Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Булсыновский. На Джанго 4 мы с вами напишем вот такой сайт социальной сети. Я думаю не надо объяснять, что обычный сайт вы сможете написать и так после этого. Сайт довольно сложный, но при этом поверьте мне, что это будет для вас только начало. В других сайтах, если вам понадобится какая-то коммуникация, уведомления, чат, дискуссии, лайки, друзья, ленты, фолловинг, все вы это сможете применить и расширить. Это очень сырой сейчас сайт, по сути дела. Ну ладно, давайте все по порядку. Я сейчас быстренько расскажу сначала, в общем-то в принципе здесь есть все. Ну например, можно отписаться, можно добавить друзья, можно комментировать, можно ставить лайки, можно убирать лайки, можно делать дискуссию, есть статус, что онлайн. Есть статус, это я чуть позже расскажу. Есть логин, есть, напишем вход через социальные аккаунты, есть регистрация с капчей. Так, там у меня кто, там юзер один, тут будет Агаты. Дальше. Вот что написал, отвечаем. Есть профиль, есть публичный профиль, мы его можем сделать, есть сводные данные, сколько постов и так далее. Можно сохранять посты и прочитать позже. Ну здесь много надо допиливать. Здесь надо, чтобы уведомления высвечивали. Здесь надо вот отсюда взять. Я нашел вот кое-что. Вот тут есть парень интересно реализовал, что комментарии могут добавлять только... Только те, кто добавлен, друзья. Это мы тоже реализуем. Вот с этого сайта возьмем интересная вещь, поиск. Поиск здесь сейчас реализован очень слабенько. Очень слабенько. Очень слабенько. Ну не зря мы с вами копались в уроках. Сейчас дальше покажу. Так это, конечно, не дело. Почему не зря мы с вами очень хорошо покопались с Джанго. И добавим другие методы выборки объектов, чтобы не учитывать регистр и так далее. На самом деле, лучше всего сделать такой поиск. Я думаю, мы его вытворим. Ну, например... Сейчас. Я здесь увидел интересный. Так, где у нас тут? Вот. Вот такой поиск. Я думаю, надо будет сделать, чтобы высвечивались картинки. И многое другое. Здесь еще с этого сайта я увидел интересные вещи. Я... Сейчас поймете, для чего я рассказываю все это. Интересные вещи. Вот здесь я увидел интересные вещи. Это события, которым можно все привязать. Многое чего. То есть, при создании событий, по сути дела, время. То есть, высвечивать сначала, конец. И так далее, и так далее. Зачем я все это рассказывал? Секунду. Так, где мой сайт, который я вам показываю? Итак, сейчас в описании, в описании будет добавлена статья. Вот под этим видео. Уроки, как вы поняли, на сайте школы spb-retu.ru Есть жанга 4. Значит, я даю рекомендации, как их проходить. Здесь есть описание. Смысл очень простой, который, в принципе, здесь можно посмотреть видео и понять. А смысл такой, что, например, ребят, смотрите. Чтобы мы были готовы писать в социальную сеть, нам надо соблюсти несколько условий. То есть, есть до социальной сети определенное количество уроков. Допустим, у нас есть URL. URL. Посмотрите вот это вот видео. Кликните ссылки в слуг Slack URL ID. То есть, что мы, я рекомендую сделать сразу на первом этапе. Вот смотрите. На самом деле, для того, чтобы разобраться в URL, нам не надо знать там полностью жанга. Нам не надо, сейчас я открою этот проект, покажу. То, что мы делали. Нам, вот мы делали отдельное представление. Нам совершенно не нужно знать что-то супер-пупер. Иными словами, мы просто подходим с полным, вот именно с серьезным подходом, подходим именно со стороны URL. Все остальное, все остальное. А, стоп. Но рассматриваем мы все равно комплекс. То есть, подошли со стороны URL, но при этом учитываем шаблон, учитываем модель, учитываем представление. Но на самом деле, модели мы изучаем в процессе всех уроков. Да, вот тут она у нас совсем слабенькая. Но для того, чтобы понять URL, нам не надо какая-то слишком серьезная модель для начала, потому что вы новички. Поэтому мы берем слабую модель, разъясняем. То есть, у нас информация откладывается. Для того, чтобы понять тот же URL, нам не надо в шаблонах куча кода. Нам надо всего лишь, по сути дела, две строки. Нам надо всего лишь две строки. Раз и два. Все. Излечение листа, то есть, всех объектов излечения одного объекта. Единственное, что нам надо, нам надо уверенное знание на данный момент во время прохождения URL. Мы должны приобрести уверенное знание по... Так, где оно там делось? Секунду. По юрлам, то есть, и опираемся на документацию. Вообще, что отличное в этих курсах от всех моих предыдущих курсов, а я их уже написал под Жанго очень много. То, что мы опираемся на документацию и на исходный код. То есть, задача такая. Задача такая, чтобы вы могли легко пользоваться документацией и писать по ходу. Смотрите, теперь, как я вам сказал, еще раз повторяю, будет статья. Я ее дам. Сейчас я писал нашему хлопцу со школы. Значит, с Джанго 4 практически курс пишемся, показываем путь к профи, что для этого делать. Вот я здесь очень четко рассказал, да, вот как подход, то есть, куда идти, зачем идти, как идти. Ведь проблема в чем новичка. Проблема новичка. Не зря я вам показывал проекты. Дайте я немножко переключусь и объясню. Смотрите, мы хотим написать социальную сеть. Грубо говоря, написать социальную сеть для новичка – это задача неподъемная. Так ли? А вот нифига не так. Если соблюсти рекомендации, да, давайте-ка я опять немножко вот сюда перейду и возьму, открою в Джанго уроки. Джанго уроки, да. Смотрите, если мы достигаем основных целей, на самом деле в Джанго не так уж много блоков. Ну, берем блок URL, мы его рассмотрели. Добиться понимания, как извлекать URL по слаг, по ID, по namespace с использованием, по getAbsolute URL – совершенно выполнимая задача. Почему? Потому что все рассмотрено подробно. Что надо сделать? Надо просто потренироваться. Дальше. Следующий момент. Дальше мы разобрали представление. То есть, очень четко разобрали представление, переопределение методов. Опять же, опирались именно на документацию. И на исходный код. То есть, все это мы разобрали. Уже смотрите, что получается. Разбирая представление, мы опять же все равно подошли со стороны представлений. Модели так и так рассматривали, но уже сделали более сложную модель. Где этот проект? Уже сделали более сложную модель. Инфоноды. Уже сделали модель, в которой добавлены связи. То есть, уже там несколько моделей получается. Разобрали связи, разобрали поля. И постоянно говорю, ребята, вот это надо обратить внимание. С этим надо поработать. И так далее. Когда мы получили четкую картинку, как работать с представлениями, то код уже начинает считываться довольно нормально. Я оставил формы и поднатаскивание шаблонов на написание самого проекта. Почему? Потому что с формой мы просто отличаемся. Там надо всего лишь несколько моментов, потому что сложного на самом деле в формах ничего нет. Тут опять же, Джанга делает все практически за нас. Итак, теперь вернемся к статье, и я поясню некоторые моменты. То есть, по сути дела, это не относится вообще только к Джанга. Это относится вообще к изучению программирования. Первое, ребята, смотрите, в большинстве своем, что делает человек? Почему новичок не может написать ничего более-менее нормального? Ну, во-первых, он опирается на что? На курсы, на учебные материалы. А в конце я написал, в принципе, откуда я это взял. Я это взял у Рассела Кейта Маги. В принципе, я всегда ребятам показываю его код с проектов. Человек, которому надо учиться. Это один из разработчиков Джанга. Единственный разработчик Джанга, компетентный в любых частях Джанга, очень большой профессионал. И когда смотришь его код, то такое ощущение, что настолько классно код напишен, что этому надо только-только-только учиться. На самом деле, если посмотреть его код, то код читаемый, понятный, продуманный, конечно же, вот именно это и надо нам брать себе. Любо-дорого, да? Вот тут начинается у новичка проблема. Ведь новичку, когда скажешь про исходный код, не надо, ребят, там за монитором падать в обморок, надо просто начинать с того, с чего надо. Ребята школы легко считывают код. Почему? Потому что все начинается с функций. Я это здесь тоже проговорил. Здесь есть все ссылки, поэтому почитайте. Если мы усвоили функции не так, что прошли, а они у нас отлетают, то есть мы легко считываем все параметры, знаем, что и к чему со взгляда, то все остальное работает, срабатывает на автомате. Этому и надо учиться. Этому мы учимся постоянно. Это называется система работы с кодом. Итак, давайте вернемся опять к статье. Я все-таки, давайте, я кое-что прокомментирую. Итак, все курсы направлены на документацию и исходный код. Исходного кода не пугайтесь. Но тем не менее, надо будет немножко подготовиться. По сути дела, мы с вами сейчас, что будем делать? Писать в социальную сеть. Все правильно. Писать в социальную сеть. При этом, это нам надо будет написать несколько тысяч кода. Мы приобретем очень хороший опыт. Следующий момент. Сейчас я перенесу эту статью сюда. Понимаете, в любом случае, обычный сайт написать труда после этого вам не составит. Но в обычном сайте вам может понадобиться, допустим, какие-то действия с пользователем. Выдавление по электронной почте. Какие-то там еще вещи. Ведь все это можно переиначить. Понимаете? Но в любом случае, вам будет доступна коммуникация. На ютюбе есть курсы, где можно получить представление. Я тоже дам эту ссылку. Уроки Django 4. Здесь можно начать. И здесь довольно много вещей, которые вам станут понятны. То есть, иными словами, мы везде работаем с документацией, с документацией, с документацией. Ребят, я не против Google. Но большинство людей вообще обходят документацию стороной, а про исходный код вообще не хотят слышать. На самом деле, исходный код полностью ставит на место документацию. Что надо делать? Надо разбираться. Вот и будем разбираться. Только в процессе написания сайта. Поэтому, запомните. Писать, опираясь на документацию, просто запомнить себе. Это то, чему надо научиться. Это и есть программист. Программист. Программист, это его работа, он из этого состоит. Что у нас программист? Правильно. Лезу в Google, ищу там исключения. Потратил весь день. Ура, заработало. Не проще ли один раз разобраться в документации? Теперь, разобравшись один раз в документации, будет доступна документация всех других вещей. Посмотрите видео. Посмотрите видео. Которое здесь есть. На всех курсах, в большинстве своем, вообще обходят документацию. Происходный код не хотят слышать. Мы на этом заостримся. Это я уже говорил. Про URL мы только что с вами рассмотрели. То есть, чем отличается опять мой курс сейчас? Потому что, учитывая, что у меня уже 12 лет опыт, и, наверное, если взять видео по Django, там, по Python, их уже более, там, более нескольких месяцев за все время написано. Чем отличается? Тем, что, ребята, это для участников школы или кто собрался реально заниматься. Ребят, то есть, смотрите, если я говорю, ребята, URL надо довести сейчас до ума, до полного. Иными словами, как это должно выглядеть? Это должно выглядеть, что вы вышли в магазин и легко можете себе представить. Ага, я хочу извлечь по ID, значит, мне в шаблоне надо то-то, в модели мне надо то-то, в представлении мне надо то-то. То есть, для этого надо просто просмотреть уроки и сделать 7, 8, 10, сколько понадобится, но сделать столько раз в приложении, пока это не отпадет. Почему? Потому что нас не должно потом отвлекать, что, ой, как извлечь URL. Это на автомате. Это вещь повседневная. Здесь не может быть каких-то дискуссий. Это просто должно быть научиться один раз делать, а потом извлекать. При этом на это не должно тратиться времени. Поняли, да? Следующий момент, я говорю. На что заострили? На представление. Эти вещи тоже надо четко понимать. Разобрались в методах, разобрались в переопределениях. Почему надо понимать? Потому что, в принципе, на этом и ставится наша задача программиста. В чем задача программиста? Правильно. Первая задача программиста. При помощи модели, которая в Жанго умеет работать с базой данных, сохранить данные в базе данных. Второе. Излечь и показать. А здесь как раз таки, почему я говорил, что представление мы должны разобраться очень-очень хорошо. А потому что здесь как раз таки в представлениях мы начинаем работать с тем, с чем нам действительно надо работать. Мы начинаем соприкасаться с чем? С выборкой объектов. А я вам сказал, задача программиста какая? Поместить базу. Дальше что сделать? Правильно. Излечь из базы и показать. Вот я не зря показал. В данный момент сейчас это плохо реализовано. Потому что надо было быстро. Но мы это исправим. Например, если я ввел бы слоны, то я ничего не нахожу. Но ведь это исправляется за одну секунду. И это исправляется когда? После тех уроков уже даже исправляется. Помните, я вам говорил на уроках, ребят, вы скоро будете это как отче наш использовать. А что это? Мы с вами с API разбирались как раз таки. И все на самом деле делается банально просто. В данном случае мы ввели слоны. Значит что? Ума много не надо. Лезем и читаем. Что нам надо вычитать? Абсолютно верно. Не учитывать регистр. Значит если мы сейчас добавим не учитывать регистр, уже нам не надо будет вот так писать слоны. Сейчас учитывается регистр. Второй момент. Мы написали слоны. Ага, ни хрена не находит. Не, уже нашло. А напишем так слоны. Не нашло. Значит что идем? Идем в API и модели, с которыми мы работали. Работали довольно. И ищем API, которые надо просто добавить. Как мы здесь добавляли. Это для участников школы. Это им будет узнаваемо. Ну а новые люди поймут. Что нам надо? Мы с вами строили целые цепочки API, да? То есть нам надо добавить в эту цепочку, что не учитывать регистр. Все. Насчет находиться. Скажите, это сложно? Это просто надо один раз понять. Всего лишь. Так. Поехали дальше. И так. И далее. И далее проходим таким же способом, только меняя ракурс. По сути дела, нам осталось что сделать? Пройти формы. А это мы сделаем, когда будем писать в социальную сеть. И еще момент. Расширить шаблоны. Это всего лучше доходит, когда писать в социальную сеть. Потому что, как работает джанга, начало работать, у нас уже эти базовые знания, благодаря курсам, уже есть. Посмотрите ссылки. Теперь. Как я говорил. Что делает новичок? Как правило, я говорю, что, ребят, вот начинаете проходить, вам надо вот это. То есть система работы с кодом. И здесь я привожу. Вот в этом примере мы аж 8 часов рассматривали, что такое сельф. Это долго-долго. Но, по сути дела, даже здесь вы не все можете понять. Но не так страшно. Почему? Потому что в курсах мы, проходя вот этот курс уроки под джангом, мы как раз-таки систему работы с кодом отрабатываем на практике. Теперь я пояснил, что это такое. Чтобы вы отнеслись к этому серьезно очень. Да? Поэтому эти уроки надо просмотреть. Почему? Потому что, когда мы делали уроки, я проговаривал. Когда мы будем, допустим, уже дальше писать в социальную сеть, то вы будете воспринимать, ага, это как бы. А с другой стороны, посмотрел в уроке, что такое система работы с кодом, сейчас мы разберем. Вы уже будете думать, так, это я возьму себе на каждый день. Вопрос. Давайте так. Итак, зачем нам система работы с кодом, что это такое? Это именно для чего она нужна, я сначала коротко. Для того, вы хотите стать программистом через год, через два, или вообще постоянно где-то копаться, пробуксовывать. Так все очень просто. Ребят, задайте вопрос. Вот мы можем себя проверить. Мы занимаемся, программируем там 3-6 месяцев в год. И если у нас есть ощущение, что мы все-таки смотрим на код и нифига не понимаем, ребят, значит, надо менять систему работы с кодом. Все. По сути дела, все банально просто. Если мы прошел... Вот берем... Прошел... А, ну что тут говорить? Тут даже можно, знаете что, на первую... Django 4, да, посмотреть первое видео. И здесь я сразу показываю, вот, какой у нас опыт будет в третьей главе, да. То есть, мы уже будем немножко по-другому относиться. Иными словами, у вас с каждым днем непонятного кода должно становиться меньше, а понятного больше. А вопрос в другом, что это не знают, как это можно сделать. Так, потерял свою статью. Вот смотрите. Документация. Если вы постоянно лазите в Google при поиске исключений или вообще при помощи, при поиске всего, ребят, вы не в том пути движетесь. Я же не против Google. Я сказал, что не подменяйте документацию Google. Исходный код. Вы знаете, что документация на самом деле не всегда понятна. И это в уроках я показал, которые вы поймете, да. Почему? Потому что именно смотря исходный код по API, мы с исходного кода сделали выводы, как это все работает. Очень просто. И этому надо учиться. Следующий момент. Ребята, вы скажите, а вы делаете то, что делает Бовсуновский и чему учит? Вот открываем. Вот наш проект. Бовсуновский готовился к урокам, да. Это другой проект. И у меня есть Вики в проекте, да. Так. Это не то. Вот это, вот это. То есть, делал Вики, подготавливал, да. Скажите, особенно новички, вот скажите, а вы описываете, постоянно комментируете исходный код? Свой. Большинство скажут, скорее всего, нет. Ребят, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь размышлять кодом? Откуда будет размышление? Это надо тренировать. Если вы просто смотрите на код, ну, вроде понимаю, пошли дальше. Вот ваша система работы с кодом. Не удивляйтесь, пройдет год, вы ничего не будете опять. Что-то понимать, что-то не понимать. А зачем такое? Размышление над кодом берется с предыдущего. Проверка работы в командной строке. Это еще не все. Нахождение документации 20-40 секунд. Я тоже такие тесты говорю. Большинство в своем вообще не найдут. Зачем нам все это нужно? Потому что есть такой момент. Вы знаете, я тоже в свое время двигался разными путями. Ну, допустим, когда я был в программировании года три, я тоже не понимал, в принципе, а как же учиться этому программированию. На сегодняшний день я говорю так, я могу научить абсолютно любого человека писать сайты на Джанго и писать на любых языках. Лишь бы человек хотел учиться. Давайте зададим себе еще пару вопросов. Рассел Кейт Маги – это один из разработчиков, который, допустим, Джанго, да, у которого есть свой проект. Так вот, он реализовал виджеты, да, на Щиплю-плю, Щиплю-плюс. А все остальное где-то брал, переделывал. Он именно в этом и работа Джанго. Нет смысла писать все с нуля. То есть, но ощутите разницу. Одно дело, вы работаете по учебным пособиям, которые друг на друга похожи. При этом у вас есть понимание модели, но как писать проект вы не знаете. А другое дело, мы берем, пишем социальную сеть, потом то, что я вам и раньше показывал, помните, я говорил, вы это запомните, а я потом расскажу, зачем это все делалось. Потому что, в принципе, есть проект с лицензией МИД. Вот человек написал такой сайт по фильмам. Нам сам сайт весь этот не надо. Но нам интересно было бы вот так, допустим, в главной странице разместить основные посты. Нам интересно было бы сделать вот такой поиск. На это можно потратить, допустим, около месяца самому, от двух до четырех недель, пока там все. А можно взять, посмотреть код и переделать под себя. Но для этого надо понимать исходный код. Вот я написал, как мы с вами будем поступать. Ребят, смотрите, опять второе. Новичок думает написать сайт. И начинает там думать, на самом деле, насмотрел в учебных способиях, и сайт не может писать ничего. Ребят, первое, что надо сделать всегда, это просто написать все основное. Все банально просто. Не пытайтесь делать сразу огурчик. Берем тупо, вот у нас цель стоит написать в социальную сеть. Что нам надо сделать? Абсолютно правильно написать все, что в принципе должно быть. Написали главную страницу, написали ленту, написали основные посты, написали фолловинг, написали дискуссии, написали ленты, написали лайки, написали сохранения, написали профили все, написали чаты, написали уведомления. То есть это то, что по минимуму должно быть. Вот с этого момента, когда все вот это есть, начнут приходить идеи. Для получения озарений надо два условия в программировании. Первое. Сначала пишется общее, да, написали. Потом вы когда уже написали, для вас будет, вы будете думать, а вот тут, вот как я сейчас вот думаю, да, уведомление надо здесь делать колокольчик, чтобы было высвечивалось. Второй момент. Нашел баг. Комментарий. То есть они не пойдут. Почему? Потому что вот допустим я открываю и комментирую. Ага, отлично. Пошла идея, да. То есть будет спам. Значит надо сделать что? Чтобы те, кто стал другом, те как раз и могли комментировать. Я мог бы придумывать, как это сделать. Да, это банально просто. Но тем не менее, мне заинтересовала идея одного человека. Он это вот этого, да, он это уже реализовал. Я посмотрел, мне идея понравилась. То есть здесь не может комментировать. Я лицензия МИД. Так я возьму себе этот исходный код и допишу. Он будет еще лучше, еще лучше получается. Поняли. И дальше начинают переть идеи. Дальше уже приходит идея, какая там добавить сессии, чтобы нельзя было добавить там кучу комментариев, там определенное время и так далее. Что здесь еще главное, как я говорил. Я говорил, что когда у вас уже есть опыт написания и вы четко понимаете механизм, вам будут приходить уже новые идеи. А ранее я рассказывал, что в принципе есть два подхода. Мы можем сделать каждое приложение отдельно, да. В принципе, как я говорил ранее в видео, ну не буду сейчас приказываться, вот на этом сайте так и сделано. С одной стороны это удобно, с другой нет. Но я уже давал уроки примерно по такой социальной сети. Это неудобно, сразу скажу. Это нерасширяемое. Здесь этот парень молодец. Я ни в коем случае не осуждаю его. Ни в коем случае. Но он, допустим, сделал что? Он сделал... Он просто писал этот проект. Ну, для себя, чтобы показать. Я не знаю для чего. Вопрос в том, что он сделал, вот как обычно делают джанго раньше, я тоже так делал общие шаблоны. Но тогда получается путаница. Мы же будем делать шаблоны где? В самом приложении. Правильно. Почему? Потому что и привязывать, брать основное приложение, и привязывать к нему все остальное. Что нам это даст? Это нам даст... У нас получается две основных вещи. Это юзер, который со всеми связан. И далее основное приложение. В данном случае у нас как бы получается, что основное абсолютно верно. Это дискуссия. Вокруг него все строится. С другой стороны, мы совершенно легко можем добавить, расширять это приложение тогда. Нам просто тупо надо будет в модель добавить. Если это нам надо добавить в дискуссии, в модель добавить новое поле. Либо мы можем опять написать новый блок. Но не блок, как блок я имею ввиду. Новый блок приложений, который не будет ни с чем контачить. Кроме юзера и так далее. Легко опять же связать с друзьями и так далее. Сейчас я сильно сложно рассказываю, это надо чуть позже рассказывать. Поэтому просто поймите, что этому надо учиться. Поэтому я сказал, есть разница. Если мы пишем проект и берем код каких-то других проектов, то это путь правильный. Ведь в этом и находится парадигма джанга. Нет смысла писать второй раз код, если это написано. Можно просто взять и улучшить или построить под себя. Это и есть парадигма джанга. В этом и смысл джанга. Мы делаем, во-первых, боевой проект. Во-вторых, будем работать с разными проектами. Я даже не знаю, какими еще. Просто высмотрел одно, высмотрел второе. Почему? У меня была мысль, ага, хорошо бы сделал здесь поиск. Раз увидел. Как говорится, на ловса и зверь бежит. Второй момент, это добавить тестирование. Посмотрите видео. На самом деле решение технических вещей приходит именно во время тестирования. И приходит куча идей. Так мы можем сделать быстро. Ребят, я вам скажу честно. Профессиональным разработчиком может стать абсолютно любой человек. На это надо просто желание и не оставлять. И все. Было бы желание. Уже разобрать код подробно. Когда учимся работать с документацией, учимся работать с исходным кодом, учимся, все разбираем. То есть, извините меня, ну что ж еще тут надо. Все, ребят. Итак. Итак. Ведь то, что я вам рассказывал, на самом деле, вот это я взял вообще-то по стиху Рассела Кейта Маги. Именно он так когда-то натолкнул именно меня на мысль, что все начинается с функции. Вот на этом я и построил все обучение. Все, ребят. Все получится. Уроки на сайте вообще.спбтеря.тут.ру Спасибо.